Ребятушки, всем привет, всех приветствую на канальчике Токси Кул, ФБН на Сензе, как вы видите. Я вещаю из города Харькова, коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ля-ля-кебаб, и мы стартуем. Ради стариков, погнали! Заводим наш Дэу Лексус. Пазарчик вообще сегодня прямо топовый. Буфетик на месте. Так, Титаник на месте, кто переживал, он вас ждет. Вот, грандиозные ремонты вообще. Пошел к мостику, и тут, конечно, вид вообще бомба. Такая красота. Такой вид, да, ребят, просто пушка. Вид просто нереальнейший, на миллион долларов. Вид просто на миллион долларов, да, ребят? Наш центр города, наша площадь грандиозная, красивейшая просто. Неимоверно. Тоже пофигачено, поприлетало тут. Жесть, конечно. Одной город Харьков. Сколько раньше я тут мотался по этим улочкам, когда мог спокойно таксовать, зарабатывать какую-то копейку. Улица Пушкинская. Такая обстановочка, ребят. Макдональдс не работает. Кто-то... Никольский. Тут, как всегда, пасутся копчики возле Никольского. Такая обстановочка. Никольский. Так, ну шо, ребятушки. Сидим в коридоре, соблюдаем правила двух стен, тревога. Такие дела. Слышали, как это? Это жесть. Слышали? Капец. Это ночка прямо жаркая какая-то. Я даже не знаю. Что-то... Кошмар. Слышали? Вот так вот. А сейчас кто-то спит, да? Ничего не подозревает. Так, ну шо, ребятки. Вот так и прошло наше утро, собственно говоря. Вот так и живем. А кто не видел, посмотрите предыдущее видео обязательно. Ребятки, давайте взвесимся. Ну, нормальный вес. Так, ребятки, рыбок я включил. Байрактар на базе. Давайте покормим наших рыбок сухим кормом. Таблеточками. Все четенько. Черепаховичи на базе. Начали на расслабоне. Кормим наших мальков. Вот так хорошо, обильно. Теперь здесь нашего хлопца, который лечится. Вот наших малинезий. И теперь таблеточки анцитрусу. Так. Все, в порядок. Квас я рыло пил тут, да? Самый лучший квас. Зевсунья, красавчик, молодец. Ну это и зайка. Подписчикам привет передаешь? Скажи привет, привет, подписчики, привет. Старик на смотровой вышке. Ты как сорока уже что-то там. Так, ребятки, выезжаю потихоньку. Возле строительного, видите, дедушки, бабушки скупляются, манипуляторы работают. Люди строятся потихоньку. Так. Идем на обгон нарезки. Ух ты, гляньте, какие тачечки ездят, ребят, на секундочку. По бедноте, да? Кадиллак. Кадиллак. Пушка-ракета, гонка-питал. До тачки продаются. Все четенько. Все по красоте. Людей не шибко много на улице, видите? Ну вот сейчас едем, вообще пустыня. Людей нет, машин нет. Вот так вот на сегодняшний день выглядит город Харьков. Если раньше был городом пенсионер, то теперь вообще непонятно. Вон буханка какая-то едет впереди еще. Ну, погодка, видите, такая какая-то непонятная. То ли солнце, то ли дождь, то ли что оно будет. Это первая ночь, ребят, первая ночь. Я не спал, как обычно. Я ложусь спать где-то часа в четыре ночи, если что, чтобы вы были в курсе. Потому что я не могу заснуть. Это, наверное, уже, ребят, нервная какая-то тема. Я не могу заснуть, потому что каждую ночь практически в три часа, в час ночи, в двенадцать, в два часа, по-разному прилеты. И сегодня ночью очень была долгая тревога. Вот. Ожидать можно все, что угодно в любую секунду. Поэтому не спишь. Знаете, как вот тут постовой. Я не сплю, чтобы, если что, в случае чего, разбудить семью, уже где-то или в коридор выйти, или в погреб спуститься. Ну, серьезно. Я не знаю. Может, я как-то не прав, ребят. Может, надо успокоиться и спать. Но, блин, я не знаю. Ну, не могу я как-то. Чувствую какую-то ответственность за своих. Напишите свое мнение в комментариях. Как вы вообще спите ночью? Я вот с многими общаюсь, с людьми. Многие спят очень плохо. Или пьют успокоительные, или снотворные. Чтоб заснуть. Пазарчик. Как тут торговля идет вообще? Пускаракен-то. Вон капитально. Мальчик. Потихонечку. Вот так пальчиками играешь. Вот так, бэйба. Вот так. Киса играет пальчиками. Гитары продаются. Все четко. Пазарчик вообще сегодня прямо топовый. Видите? Обзор базарчика. Сегодня базарчик топовый. Но не в плане клиентов. Клиентов, как вы видите, нет. Покупателя, да? Зато продавцов цельная куча. Продавцов куча реально. Так что такие дела. Вот это газельки, конечно, мастерски паркуют. По-другому не скажешь. Просто мастерски. Такая обстановочка, мои дорогие. Спать хочется капец. Не высыпаешься. Ну, во-первых, почему еще так поздно я ложусь, ребят? Во-первых, я монтирую видео до двух часов ночи. Стабильно. А потом не могу заснуть. Не знаю почему так. С чем это связано. Буфетик на месте. Присутствует. Оптимаркет. Супермаркет класс. Все четко. Велосипедисты катаются. Красота. Такая обстановочка. Погодка, да, такая, конечно. Сейчас бы на море, на речечку, да? Ну, если честно, ребят. Прям еду, прям меня аж выключает. ДКшечка наша. Прям аж выключает. А вечером, вот ночью, да, лежишь и не можешь заснуть. Просто не можешь. Как-то нервная система, видно, конечно, приспособилась к прилетам, ко всему к этому. Но не стальная, понимаете? Уже все-таки не первый год живем под этими прилетами, да, ребят? В такой обстановке. И поэтому нервная система, наверное, просто истощилась. А вот еще и газ закончился. Такие дела. Так что, ребят, у кого есть возможность, можете кидать на газ приват моно в закрепленном комментарии. Чтобы мы могли где-то передвигаться. Чтобы без газа никак. Будем сидеть дома, значит. снимать видосики в комнате. Пришел к мостику. Тут, конечно, вид вообще бомба. Такой красивый мостик. Я вам говорил, раньше любил тут стоять, когда студентом был, и смотреть на крыши автомобилей. И мне очень сильно нравилась крыша автомобиля москвича 2141. Прикольная крыша у него такая. Ну, тогда же такие машины ездили. Жульки-то, Волги. Такая красота. Вид на наш город. Такой вид, да, ребят? Просто пушка. Вид просто нереальнейший. На миллион долларов. Смотрите, какой вид классный. А ну, выбирайте. Крыша какая самая красивая. У какой машины. Вид сверху бомба. Вон, Киа К5 тоже очень красивая поехала. Девчата тоже гуляют. Замочки висят. Так, ребятки, еду уже домой. Зоопарки с вами погуляли, да? Потихоньку, поманеньку. Такая красота тут. Все ремонтируется. Центр города во всем великолепии. Вид просто на миллион долларов, да, ребят? Наш центр города. Наша площадь грандиозная, красивейшая просто. Неимоверно. Красивичный город Харьков. Вот и красивый. Ой, если бы еще тишина была и медное небо над головой, да, ребят? Вот такая обстановочка. Видите? Тоже пофигачено, поприлетало тут. Жесть, конечно. Вот такая обстановка. А когда-то я тут малой ходил. Родной город Харьков. Сколько раньше я тут мотался по этим улочкам, когда мог спокойно таксовать, зарабатывать какую-то копейку. И сейчас, да, ребят? Расценки в такси все те же. Все подорожало. Бензин, газ, запчасти. И все-все-все на свете. А заработки остались на том уже уровне. Только заказов стало в половину меньше. Улица Пушкинская. Да ты что, на дисочках оранжевых машинка, да? На стиле. Мальчурики в кафешках сидят. Чай, кофе, капучино пьют. Такая обстановочка тут, ребят. Чути-брики. Такая обстановочка, ребят. Макдональдс не работает. Кто там переживал за Макдональдс? Макдональдс не работает, не працует. Я не знаю, что все так за Мак переживают. Я этих бутербродов могу и дома наделать. Ну, как бы, я в Макдональдс, наверное, максимум раз в год ходил вообще. Ну и все. Неужели вы так часто ходили в этот Макдональдс? Или, может, люди воспринимают это так, что если Макдональдс заработает в Харькове, то значит все закончилось. Мне кажется, что, скорее всего, так. У них просто уже восприятие такое мира, что если Мак заработал, значит вернулся Макдональдс и так далее и тому подобное. Скорая летит. Давайте пропустим. Пускай проедет, правильно? Скорую надо пропускать, ребята. Что ж мы с вами совсем? Должны пропустить Чураскобар. Интересно, работает Чураскобар, ребзики? Я даже не знаю. Вон такси. Да ты что, Чиксбрыкс. Вроде типа парканулся. Лексусы, Шмексусы. Никольские. Тут как всегда пасутся. Попчики возле Никольского. Такая обстановочка. Никольский. Родной райончик. Родной райончик, ребятки. Шурую в сторону дома. Так, Титаник на месте. Кто переживал, он вас ждет дома. Вон даже кульки над подъездом телепаются. Грандиозные ремонты вообще. Все ремонтируется, поливается, ребят. Я в шоке. Асфальт моется очень большое количество раз за день, да? Люди некоторые уже побаиваются. Говорят, а случайно никакая ерунда там не прилетала, что так тщательно моет асфальт. Мол, раньше тоже сказали потом уже. О, батя. Видите, на баяне играет. Говорят, что типа вот пишут в комментариях, что так и так. Раньше, когда Чернобыль лупанул, то тоже ж не сразу сказали, а через неделю. А типа в Харькове вот по четыре раза моют асфальт. Ребят, я, конечно, все понимаю, но надо быть на позитиве. Такое можно придумывать, понимаете, каждых пять минут вот этого вот. Что моет асфальт. Харьков всегда был самый чистый город, наверное, в Украине. Вымывалось, вычищалось, все. Бычка на улице не найдешь. Когда за границу я приезжал, я был в шоке. Почему? Потому что, ну, за границей было грязнее, чем Харьков. Как-то так. Знаете, ребятки, что я понял за сегодняшний день? Ни в коем случае нельзя игнорировать воздушную тревогу. Если воздушная тревога, значит, надо либо же спускаться в подвал, там, да, где-то. Либо же соблюдать, как минимум, правила двух стен. Напишите свое мнение по этому поводу в комментах. Держимся, ребят. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду ТОКСИКУЛ-21, вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко. До новых встреч.